У Минска и Бишкека складывается хорошая динамика в торгово-экономических отношениях. Перспективы, в том числе в этой сфере, Александр Лукашенко обсудил сегодня с послом Кыргызстана в нашей стране. Кубан Ичбек Муралиев возглавил депмиссию в Минске в 2015-м, и сейчас товарооборот между странами вырос более чем вдвое – с 60 до 130 миллионов долларов. Наш президент сегодня подчеркнул, у Белоруссии и Кыргызстана традиционно добрые отношения. Минск и впредь останется надежным партнером для Бишкека. Хочу отметить очень хорошую динамику развития наших отношений. Вы нисколько не должны сомневаться при всяких там нюансах. Беларусь всегда была и будет для вас надежным не просто партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской республики. Мы всегда с любовью и взаимопониманием относились к кыргызскому народу. Это очень похожие люди. Основа нашей схожести в том, что это самые трудолюбивые люди, это миролюбивые люди, это люди, которые чтят семейный очаг. Мы будем придерживаться доброй повестки дня в отношениях между Беларусью и Кыргызстаном. И любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены в правительстве, мною, Беларусь. И мы всегда отреагируем. Беларусь гораздо больше продает Кыргызстану, чем покупает в основе беларусского экспорта сельскохозяйственная и коммунальная техника, в которой, как отметил посол, его страна крайне заинтересована. 95% Беларуси экспортирует, 5% только импортирует, но это не значит, что это такое односторонняя торговля. Это просто взаимовыгодная, потому что те же знаменитые трактора и другая сельскохника, она в советское время поставлялась. И так она продолжается. Значит, качество продукции и востребованность. Также посол сообщил, что сейчас между странами прорабатывается возможность обмена официальными визитами. У Беларуси и Кыргызстана политический диалог налажен на высоком уровне. Однако встречаются президенты в основном на полях форумов интеграционных объединений ОДКБ, ЕАЭС или Шанхайской организации сотрудничества. К слову, следующий саммит глав государств ШОС в июне примет как раз Бишкек.